Зеленый, красный, синий и струи воды под два метра. Сквер на улице Панфиловцев всегда был любимым местом для прогулок горожан. Но так шумно и весело здесь, пожалуй, не было давно. Место для фонтана выбрано не случайно. Когда-то здесь уже был фонтан. Правда, без вот такой разноцветной подсветки. Долгие годы он стоял в запустении. И вот, наконец, новое рождение. Благоустроили именно это место благодаря активности горожан. За сквер на Панфиловцев проголосовало почти 10 тысяч человек в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все работы обошлись федеральному, краевому и городскому бюджетам в 22 с лишним миллиона рублей. На фонтан ушло 8. По словам подрядчиков, конструкция надежная и предельно антивандальная. Система очистки воды спасет трубы от мусора, а сама поверхность очень прочная. Решетки тоже смонтированы так, что их невозможно украсть. Ну а человеческий фактор – это, как говорится, можно разбить бутылку, заехать на автомобиле, прокатиться на мотоцикле. Это, конечно, никто не застрахован, но на это все предусмотрена нагрузка этого фонтана. Что даже при полном загруженности детей, хоть до тысячи человек, где репетишек, он готов принять. Что же до самих барнаульцев, кроме восторгов, мы от них ничего не услышали. Для нашего города, конечно, это супер. На самом деле. Для детей будет восторг летом, следующим не вытащим их с фонтана. Круто. Этот фонтан летом будет, правда, мы отсюда не вытащимся от этого фонтана. Мы будем по нему бегать, бегать и все. К сожалению, для многих это первый и последний запуск фонтана в текущем году. Проверив, что все работает как нужно, подрядчики планируют до конца месяца закончить благоустройство сквера, уложить плитку и подготовить фонтан к зимовке. В следующий раз его запустят уже в первые теплые весенние дни следующего года. Конечно, если за зиму он останется целым и невредимым. Илья Кчетков, Алексей Фризин. День с толком.